всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня 20 ноября пятница и на моем канале новый хобби влог сегодня я решила разобраться в своей канцелярии но я как бы планы все выполнила на месяц на месяц у меня было 30 раскрасок в планах и каждую раскраску я задействовала я планы выполнила еще вчера это прям очень хорошо потому что я всегда когда составляю планы на ставлю в планы 30 раскрасок но надеюсь что где-то числа до 20 там я все успею но далеко не всегда мне это удается правда в общей сложности а планы выполняю до конца месяца но и пели выполняю но хочется знаете всегда дней 10 оставить себе на раскрашивание не по плану вот но сейчас я хочу разобраться но не во всей канцелярии хотя это тоже у меня в планах а вот именно в этой творческой коробочки в ней лежат всякие разные карандаши гелевые ручки в общем именно те которые мне нужны постоянно чтобы можно было взять коробку например и пойти в другую комнату там на кухню как-то так поэтому сейчас я буду в ней разбираться я вообще знаете обычно всегда все кладу на свои места но тут я засиделась прям реально допоздна по сути до самого утра и потом уже так устала можно сказать осатанела от раскрашивания это всего я покидала сюда все карандаши лишь бы их не оставлять просто так на столе так как я люблю эти когда заканчиваю раскрашивание все раскладывать по местам чтобы стол был свободный на чтоб не было ничего навалено и соответственно тут тоже со стола все убрала сгребла в коробку теперь все навалено сейчас я значит все это открою теперь вытащу все из коробки рассортирую карандаши потачу которые требуют заточки коробку протру ну и буду все укладывать на свои места чтоб ничего не валялось из коробки все вытащила как видите там и какие-то карандаши были сломаны и все это нужно сейчас вытряхнуть протереть салфеткой сюда я вот в эту кучу сложила маленькие карандаши они у меня в отдельном так сказать отделение лежат самые каратыши я отправлю в пустышки на их место положу новые из других наборов вот здесь вот в этой связке у меня карандаши которые были куплены поштучно и соответственно из более дорогого сегмента эти недорогие но они тоже брались поштучно и ну кстати вот здесь вот не только из дорогого сегмента здесь есть и белые ночи которые по 45 рублей это как бы недорого вот но к ним же я добавлю вот эти карандаши и зашанок ах и нур в том числе химический карандаш который мне нравится отдельно лежат ручки гелевые и недорогие карандаши из всяких наборов там тоже полная мешанина в общем сейчас я хочу там все протереть далее мне нужно будет заточить все карандаши которые требуют заточки вот но для полихромосов конечно вот вот эта моя точилка она портит рубашку карандаша ну как бы такие точки оставляет но полихромоса будет реально жалко потому что уж они очень красивые но у меня есть вон там вот ашановская обычная точилка так что прекрасно с этим справиться отдельно я вряд ли буду покупать в общем я сейчас все это сложу покажу вам я еще у виолеты давно видела как вот виолета приклеивала бумажки как бы с выкраской сразу на карандаш возможно я это тоже сделаю но не на все карандаши она те которые чаще всего пользуюсь потому что я правда крайне редко пользуюсь выкраской мне это не совсем удобно а когда это уже конкретно на карандаше это более наглядно ну чем сегодня как раз хочется позаниматься чем и чем-то таким потому что в планах то у нас с оксаной совместник игра престолов но мы специально не ставили никаких сроков планов вот поэтому пока я вот как видео показала так дело это стоит сегодня я хочу именно вот заняться перебором канцелярии и вообще организации творческого уголка просто чтобы все положить на свои места хотя вот там внизу у меня еще всякая канцелярия лежит все остальное многие раскраски еще не поставлены на полку после того как я их закончила но не в смысле полностью до какие-то работы всякие там цветовые квесты я тут снимала видео и все выложила вот ну перебирала раскидала все у меня вообще там где сейчас стоят раскраски полки полупустые потому что часть стоя в другой комнате лежит в общем полный хаос и это нужно сейчас разобрать и привести в порядок я в процессе уборки у меня некоторые карандаши уже прям совсем совсем маленькие ну вот они лежат эти уже в общем-то точить особо и не получится нет ну конечно можно из ловчиться но я потом не хочу их выбрасывать вон у меня зеленый совсем маленький ну и я потом хочу для определенных целей использовать лучше чтобы они были заточены поэтому отправлю их сейчас в пустышки а вот оранжевые вот эти вот я тут их вообще разложила по группам но кроме вот этих вот зеленых потому что это просто они лежат пока здесь вот желтый и оранжевые и кофейный это то чем я крашу волосы обычно желтые вот у меня совсем малыши поэтому я достала из-за шанов ского набора он у меня вот тут вот лежит новенький ну здесь у меня уже еще два шановских набора они открыты это вот 3 я только-только открыла вот у меня два одинаковых оранжевых два одинаковых кофейных ну чтоб не путаться пока я все подписала далее у меня голубые три цвета тут вот подготовила фиолетовые у меня тоже три это знаете я как ну допустим там одежду крашу еще что-то вот один у меня еще его можно пока поточить поэтому я попользуюсь но уже достала новый то что я их тут еще подписываю сейчас объясню зеленые вот три карандаша не их уже подписала сейчас покажу нечто интересненькое тут возникла некоторая разочаровавшка просто в наборе из фикс прайс ну вот он тоже сверху лежит новый который я недавно покупала у меня есть еще в запасе старый набор ну ладно в общем ну я достала там новенькие карандашики подписала их все все такое и вот у меня и из этого же набора еще три цвета вот такие я ими тоже крашу листья то что бывает знаете разнообразные растения на одной иллюстрации но и вот еще три правда есть что могу желтый добавить ну вот они прям а лежат по порядку поскольку они уже такие каратыши и сейчас в пустышки отправиться я решила достать из нового набора еще три такие же как видите они вот у них вот эти вот кончики они одинаково покрашены теперь смотрите сюда то же самое вот этот нижний ряд это вот эти карандаши верх вот эти карандаши верхний ряд видите разницу то есть вот он-то светлый карандаш в старой версии он и правда светлый в новой версии он вообще темный как как вот этот вот этот свет посерединке они не отличаются слава богу вот эти отличаются то есть старые карандаши еще вот он-то темный как он и должен быть а этот темный он вообще вон какой цвет правда очень красивый но как видите не темный вот они похожи то есть получается что рубашки перепутали здесь все нормально а вот тут вот тут вообще совершенно новый цвет которого не было в предыдущем наборе это в итоге вот эта троица у меня разлетается получается так то есть это отправится в пустышки и я если смогу ее собрать то только открыв старый на еще один набор в запасе который имеется вот такая вот печаль к ну да ладно этот потом я приспособлю вот к этой троице когда что что-то здесь закончится и но и теперь покажу как я подписываю ну вот допустим я возьму желтый карандаш вот здесь написано ну видите бумажка где я делала выкруску то есть желтым цветом но просто чтобы понимать какой это в действительности цвет хотя бы я этими карандашами пользуюсь настолько давно что я в общем и так уже знаю ну к тому же здесь еще есть название это golden yellow а вот но тут у меня еще вторая бумажка я приклеила это единичка здесь и сердечко а рядом вот то что у меня здесь видите оранжевые карандаши оранжевые кофейные там уже двойка и тройка это же сердечки это одну означает что так как я крашу волосы в принципе здесь все уже достаточно просто я как бы помню и так но тем не менее это цифры это в какой последовательности я использую карандаши но а сердечко это просто вот то что это одна группа карандашей для какой-то цели то же самое с голубым фиолетовым в общем со всеми цветами тут у меня еще красный то есть я пишу циферки там как правило 1 2 3 редко 4 где-то у меня используется да наверное не используется ну и дальше где-то вот сердечко как в оранжевых где-то там звездочка решетка квадратик кружочек вот потому что например но если оранжевыми кофейными я пользуюсь постоянно да то синих слишком здесь много зеленых много фиолетовых много и поэтому приходится либо брать выкраску либо самой вот на бумажке черкать когда я там решаю раскрашивать это очень неудобно и поэтому я решила подписать но это просто сэкономит мое время по итогам вот так что сейчас вот вроде больше ничего из этих наборов не надо я их уберу обратно ну и там я потихоньку начала все раскладывать да еще достала два желтых вот один желтый из ашанов ского набора и 2 из фикс прайсовского потому что тоже все по заканчивалась ну в общем то я разобралась это вот у меня идет в пустышки здесь я и храню таком пенале из точилок все вот сюда сейчас понесу в мусорку у меня просто такой маленький контейнер он там от него крышка всегда тут стоит очень удобно чтоб не бегать каждый раз когда опилки переполняют контейнер чтоб не бегать там например на кухню я сначала сюда все складывала потом уже отношу значит ну как и раньше у меня тут лежат всякие ручки ластики потом карандаши которые подороже но там лира рембрант полихрома станут все такое гелевые ручки краун и белые и цветные вот но удлинитель для карандаша очень такое все здесь лежат карандаши которые я по цветам распределила это ашан фикс прайс биджи металлик но поскольку там шесть цветов то я прямых в коробке оставила здесь лежат маленькие карандаши я их просто завалила блестками поэтому их было не видно ну и сами блестки у меня их намного больше целая такая коробка но решила вот сюда положить самые такие любимые ну и они компактные здесь у меня сухая пастель мунга у меня тут сколько шесть получается до 6 мелков самых таких основных ходовых ну и салфетки а две белые мягкие и чуть-чуть пожестче зеленая вот но у меня 72 цвета еще есть петербургская пастель но сейчас я и тоже пользуюсь но гораздо реже поэтому вот эту сюда положила так что коробочка реально удобно и тут у меня точилка клячка корректор и два скотча один совсем тоненький ну хотя бывает тоньше и такой побольше если там нужно в раскраске какую-то страничку заклеить в общем как-то так я впоследствии наверное еще и ашановские карандаши многие по цветам там синий фиолетовый распределю подпишу но это будет чуть позже возможно что-то будет такое и с фломастерами на кстати да вон там например фикс прайс по идее нужно для порядка выкраску сделать в этот самый в общей такой альбом и наверное бумажки на них наклеить потому что пользоваться для цветовых квестов буду и это будет удобно и наверное напишу на них цифры чтобы уже ну там выкраски подписать не знаю что нет такое придумаю но чуть попозже сегодня уже вряд ли буду этим заниматься потому что хочется по раскрашивать так что сейчас все это уберу протру здесь все на столе и наверное примусь за игру престолов она меня пугает а это видео я буду завершать если она вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео благодарю вас за просмотр хорошего настроения вдохновения уютных вечеров с раскрасками конечно же здоровья увидимся в следующем видео пока пока